еще раз добрый вечер с вами по-прежнему студия 7 а у меня новость из области ну скорее сельского хозяйственного вообще самые креативные такие классные прикольные новости приходят из сельского хозяйства ну как правило так вот в чистка области мужчина в огороде откопал гранату об этом сообщает пресс-служба гвд региона то есть гранату гранату молодец может у него там где он проживал там какой-нибудь засадной полку очень 1 очень долго ну хорошо тогда вот еще одно из 13 июня примерно в 10 часов 27-летний житель села каптал арык добровольно выдал сотрудника милиции панфиловского рвд гранату f1 красавчик да правильно начали зарплату поднял так теща уехал домой граната не нужна можно сдавать гранату f1 которую нашел неподалеку от дома ну тем более честный человек да может у соседа жена уехала теща уехала продолжаю в боткенской области найден rpg 7 а вот этот рпг вопрос номер один тоже совпадение кстати вопрос номер два что такое рпг рпг это ручной противотанковый гранатомет ну а если серьезно дальше шутил что разумеется не такое складывается ощущение что у нас какая-то тайная армия и и не видно не слышно но она существует сейчас прям наш армия да и на с другой стороны хорошо ведь наша армия все-таки хоть как-то вооружаться будет таким образом может быть а это ладно еще простые люди сдают же так бывает байки же они приносит с калашом заходит в роды я пришел сдать а ему в ответ байки товарищ полковник вы хотя бы нами разбили что ну а что же мы переходим к самой нелепой части нашей передачи о чем я думаю нет это не прическа болота тимкимишева сторонники депутатов от аджурта закидали судью и прокуроров бутылками и обувью и в доказательство этого давайте посмотрим видео с зала суда из атаку сырды джилдраус джима что-то это не напоминает ребята этим людям было на самом деле все равно что скажет судья сегодня у меня день рождения но никто из вас не приглашен я только что посмотрел в интернете только что дурдой забил об дышать суд принимает решение отпустить подсудимых но как заявил сам ташиев если какие-то люди будут проявлять неуважение к законам то эти люди должны быть наказаны если какие-то отдельные лица отдельные люди будут проявляют свое неуважение к суду или законам если они должны быть наказаны более того 19 июня он заявил что готов выплатить компенсацию за сломанные ворота горсуда ворота это не проблема он говорит если нас попросят мы их восстановим скоро в народе появится новое выражение чуть смотришь на меня как ташиев на новые ворота а вот еще более пугающая весть опять отташиева но я сказал пугающие разумеется отташиева дай бог в будущем я стану президентом кыргызстана я конечно не ваинга и даже него зачит но мне кажется я уже знаю что будут загадывать загадывать на новый год все граждане кыргызстана сплюнет это главное вслух не произнесет мне главное что ташиев слух произнес кстати это хорошо следующая новость пришла нам из старого света из европы я рад и бы что ты знаешь что такое старый свет очень умная только с виду во франкфурте на майне а там есть наше конфликт азамат алмакуна задержан за управление автомобилем состоянии алкогольного опьянения и нарушение правил дорожного движения информацию об этом распространила одно из самых популярных изданий германии бильд как заявил сам азамат могли бы и не распространяться страны эти немцы какие-то вот у нас стране немецкого посла сразу бы остановили нет кстати да вообще этот бильд если хотите знать самая желтая немецкая газета да да нет теперь все таки я не доверял бы этим газетам тем более сам азамат уверяет а я своему соотечественную больше да ну да какой-то он уверяет цитирую информация газеты бильд о моем задержании в нетрезвом состоянии не соответствует действительности в пятницу вечером я был на приеме где выпил пол бокала вина чуть-чуть после этого я поехал домой и по дороге меня остановили полицейские за подозрев меня вождение автомобиля в нетрезвом состоянии но мы разобрались на месте мы разобрались на месте после чего полицейские меня отпустили я спокойно поехал домой может быть даже так сказал спалился немецкие полицейские договорились на месте я нашу не не люди что ли если мне не верить немецкая телевидение давайте посмотрим давайте keine straферfolgung bei diplomaten dabei sagen die polizisten der herr консул hatte eine kräftige fahne und meinten nicht die kirgisische ein glas wein nur tja vielleicht war es einfach ein etwas größeres glas ausländische diplomaten die sich nicht um deutsche verkehrsregeln scheren leider kein einzelfall im mai 2012 verursacht der generalkonsul aus moldau auf der autobahn 661 bei frankfurt einen unfall und kommt trotz alkohol verdachts ohne blut probe und ohne strafe davon но теперь все понятно но наверняка уже наказывали да да еще такие выводы потому что немецкая телевидение у меня ассоциируется только с наказанием и все равно я не верю в это немецком телевидении не верю азамату верю показали какую-то разбитую машину может и не его вовсе ну конечно и вообще этот сюжет мог бы выглядеть совсем иначе теплое очень чистое и несравнимые по своей красоте ни с чем озеро и сыкуль изумительные горные пейзажи девственная природа чистый воздух дружелюбный и радушный народ многолетние обычаи и традиции все это кыргызстан земля по которой скучает каждый оказавшийся на чужбине кыргызстанец от рядового дворника и до дипломата не всем удается справиться жесточайшей ностальгией им приходится искать утешение в алкоголе я во первых я не пьяный только так они могут не думать о том что они далеко от родины от теплого очень чистого и несравнимого по своей красоте ни с чем озеро и сыкуль от изумительных горных пейзажей девственной природы чистого воздуха дружелюбного и радушного народа от кыргызстана ролик создан при поддержке фонда отвлечения внимания от бухих кыргызских дипломатов что кыргызу джахши то немцу гуд досысть фантастиш увидимся после рекламы